Добрый день, дорогие друзья! С вами Никита. И сегодня я хочу вам представить коляску от премиального бренда Bugaboo. Моделька называется Ant. Данная коляска относится к коляскам для путешествий, к коляскам компактным, ну и идеально подходящим для лета. Коляска не всесезонная. Ну, в целом, конечно, вы можете ей попользоваться. Если у нас снег, например, не выпал, то можно на ней поездить будет. Но не суть. Бренд Bugaboo мы с вами все давно знаем. Бренд премиальный. Отличается отличным качеством материалов. И качеством текстиля, и качеством самой сборки. И, в первую очередь, функционалом Bugaboo всегда выделялось. У данной коляски функционал тоже крайне интересный. Сейчас вам поподробнее все расскажу. В первую очередь хочется отметить, что коляска проходит по габаритам в ручную кладь. Для колясок компактных это не частое явление. И на самом деле колясок, которые проходят по габаритам в ручную кладь, не так много. И среди этих колясок ее выделяет один очень интересный функционал. Данную коляску, у данной коляски блок вы можете использовать не только по ходу движения, как сейчас он с вами у нас расположен, но и перевернуть его лицом к себе. Давайте покажу, как это делается. Впускаете спинку. Складываете. Очень легко все делается. Вытаскиваете блок, переворачиваете. Поднимаете спинку обратно. И все. Ребенок уже смотрится лицом на вас. Очень удобный функционал, на мой взгляд. И для маленьких детей, ну вот если вы, например, будете использовать ее с шести месяцев, подходит просто идеально. И мало того, у этой коляски вы против хода движения можете еще и спинку разложить почти на 180 градусов. Ну, фишка... Я впервые такую фишку вижу у колясок подобного плана. Плюс капор. Капор достаточно хорошо закрывается. Ну, в положении, конечно, полностью разложенном, горизонтальном, это не настолько хорошо заметно, да, что он там хорошо закрывается. Но на самом деле, когда вы спинку поднимаете, у вас получается, что оп, и по самой ноге уже все закрыто. То есть ребенку будет очень комфортно. Капор, кстати, защиту от ультрафиолета имеет максимальную. 50 плюс UV. Ну, на данный момент максимальная защита. Что еще хочется отметить в данной коляске? Вот смотрите, соответственно. Давайте сейчас блок переверну. Будет попонятнее. Смотрите, соответственно, какая фишка еще есть в этой коляце. У вас есть регулировка спинки по высоте. Наверное, когда вот я складывал ее, только что обратили внимание. Что это дает? Во-первых, вы можете регулировать высоту спинки, и у вас ремешки внутренние регулируются по высоте вместе с самим капором. То есть, по мере того, как растет ребеночек, плавно поднимаете спинку. У вас увеличивается длина спального места, и вместе со спинкой поднимаются ремни. Их здесь переставлять не нужно. Очень удобно, очень комфортно. Плюс, кстати, еще хочу ваше внимание обратить. У данной коляски ремни выполнены с поддержкой. То есть, видите, они так висят, свисают. То есть, из-под ребенка их доставать не нужно постоянно. Но это иногда тоже очень раздражает, когда приходится. Ребенок еще активный, капризничает. Вы дергаться начинаете. Здесь все вот максимально удобно. И еще один плюс. Можете использовать только нижнюю часть ремней. Все очень комфортно застегивается. Оп. Деткам постарше так комфортнее. Многим детям постарше не нравится, когда у них такая полная плотная фиксация. Они уже больше там ценят свободу движений. И вот только нижнюю часть поясную можно зафиксировать. Что очень тоже комфортно, на мой взгляд. По функционалу данной коляски также хочется отметить багажник. Багажник очень здесь комфортный, просторный. Владельцы маленьких собачек тоже по достоинству оценят. Потому что вот маленькой собачке сюда, например, залезть очень легко. Багажник довольно низкий, но при этом достаточно вместительный. Плюс, если вы что-то возите внутри, такое, что может отсюда как-то вывалиться, выспаться, можете бортик поднять. Тоже достаточно удобно, на мой взгляд. И у данной коляски это еще не все по багажнику. Есть дополнительный отсек у багажника. Вот здесь вот он за сеточкой сделан. Если что-то нужно положить такое, чтобы в доступе всегда было и легко можно было найти, не нужно было потом по всему багажнику искать, где это лежит. Вот как раз для этого маленький отсек здесь рассчитан. Очень комфортно. Также хочется отметить такой функционал, как складывание в данной коляске. Ну, все эти коляски, ну, коляски я имею в виду формата для путешествий. Тем более те, которые проходят в габариты ручной клади, достаточно компактно все складываются. Но здесь у нас есть один очень интересный функционал. Что может эта коляска? Вы можете сложить блок, сложить саму коляску и возить ее как чемодан за собой. Очень удобно, очень круто сделано. При этом вы можете ее поставить. И все, заметьте, я все это делаю, ну, вот фактически одной рукой. То есть, регулирую, ставлю. Все, поехали. Если вы одна, например, с ребенком путешествуете, на мой взгляд, очень комфортно. И давайте вот покажу, как вам, как она будет в сложном виде выглядеть. Также убираете ручку, также одной рукой забираете. Все. Опять-таки поставили. Нужно ее покатить. Ручку подняли. И поехали. Функционал очень удобный. Данную коляску, кстати, также можно использовать с автокреслом. У нее комплектно адаптеры не идут, но вы можете их докупить. По ссылке ниже в описании сможете найти. Они в аксессуарах там пониже представлены будут. С данными адаптерами можно использовать автокресла, как Мексикоси, Сайбекс, Нуну. Ну, там достаточно большой перечень, там можете ознакомиться. Что дают эти адаптеры? Вы блок сам можете не использовать, а можете с помощью адаптеров вот ставить люльку сюда. Это автокресло. И использовать уже шасси с автокреслом. Ну, если, например, для путешествий рассматривать, есть люльки, у которых есть сертификация. Специальная сертификация для использования в самолетах. То есть вы в перелет с собой можете взять люльку и использовать ее с этим же шасси с помощью адаптеров. Фишка, на мой взгляд, очень удобная. Ну и для путешествий тоже идеально подходит. Потому что очень часто машинами пользуются. Приезжаете там, берете какой-нибудь каршеринг. У вас уже автокресло с собой. Все, комфортно сели, поехали. Ни о чем не задумывайтесь. Что еще также хочется отметить по данной коляске. Вы можете дополнительно докупить подножку. Так как, видите, у нас здесь подножки в принципе изначально нет. Но подножка у вас, во-первых, увеличивает спальное место, подлиннее становится. И подножка комфортно регулируется по углу наклона. То есть для ребенка постарше, для ребенка помладше очень хорошо подходит. В целом, подводя итог по данной коляске, хочется сказать, что из компактных колясок, проходящих в ручную кладь, один из самых таких интересных, на мой взгляд, вариантов. И, кстати, посмотрите обязательно характеристики. В характеристиках посмотрите габариты в сложном виде. Для чего это нужно сделать? Для того, чтобы вы перед поездкой в аэропорт могли свериться по габаритам ручной клади, которые предоставляет перевозчик. То есть по тому, какую они ручную кладь принимают, какие габариты. Потому что у перевозчиков габариты могут отличаться. У лоукостеров, например, там совсем минимум. Там маленькая дамская сумочка только проходит. Чтобы для вас просто это не было сюрпризом, когда вы с ней приедете в аэропорт. Это такой один из, на самом деле, важных моментов. Лучше всегда проверять, когда билеты берете, когда готовитесь куда-то ехать. Ну а так, в целом, вариант для путешествий отличный. Функционал крайне удобный. Сложить можно компактно. В ручную кладь с собой можете взять без проблем. На мой взгляд, из такого класса колясок один из самых лучших вариантов из того, что у нас сейчас есть. На этом у меня все, дорогие друзья. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И ждем вас у нас в магазине. До свидания. Всего доброго.